Задачи эти, как правило, на какие-нибудь незнакомые языки, которых вы не учили. И от вас совершенно не требуется их учить. От вас требуется постичь логику этих самых языков. Задачи наши лингвистические самодостаточные. То есть вся информация, которая вам пригодится для решения, содержится в условии. Но еще, конечно, вам для решения пригодится ваше блестящее знание родного русского языка. Вот знание русского языка обязательно. Но в крайнем случае, если вы, например, не знаете слово обсерватория, можете спросить. Вот реально был у нас такой школьник из очень хороших, сейчас, опять же, очень хороший лингвист. Был такой школьник, который задал вопрос, что такое обсерватория. Рассказали. И человек со знанием того, что такое обсерватория, пошел решать задачку. Решил. Начинаем с латышской. Несколько минут я вам даю подумать, а потом будем разбирать. Если у меня латышский гражданство, можно ее решать? Я знаю латышский. Ах. Ну, тогда верите за какую-нибудь другую. Что, чтобы поделать. А вы прямо знаете, как все пишется, да? Все эти слова знаете? Да, я вам не знаю. Ну, хорошо. Ну, тогда, значит, принимайте за что-нибудь другое. Спасибо. Все вы, наверное, заметили, что латышские слова, заимствованные из русского, очень похожи на русские слова. А чем они отличаются? Кто заметил, чем отличаются? Да. Есть английские буквы. Буквы не английские. Буквы просто латинские. Просто и английский язык, и немецкий язык, и французский язык, и латышский язык пользуются латиницей, латинским алфавитом. Так что они записывают просто своими буквами, конечно. А еще долготурник означает чарточка на отглазные буквы. Ну, это тут честно написано, даже решать не надо, да. Может быть, потому что, например, суффикс в русском языке пишется с двумя фе, а там с одной. А есть еще случаи... Сейчас, секундочку. Вижу вашу руку. Есть еще случаи, когда в русском что-то пишется с двумя, а тут с одной. Да. Камуна. А есть случаи, когда в русском пишется с двумя, и тут с двумя. Есть такие случаи? Нет. Нет. Таких случаев нет. Итак, мы заметили первое правило. Двойные согласные превращаются в одинарные. То есть в русском это согласные плюс согласные, два одинаковых. Да? Я поставлю индексы, чтобы было понятно, что это одинаковые согласные. А в латышском на этом месте будет просто один согласный. Так, это одно отличие, что двойные согласные не пишутся. Ну и правильно, мы их на самом деле тоже не произносим, а пишем, ну так по традиции. Так, ваша рука была? Да, если слово заканчивается на согласные, то не добавляет яс. Да. Да, отлично, вы это тоже заметили, молодец. Если слово кончается на согласные, вот было слово и кончилось оно на согласные, то оно закончится на согласные плюс еще эс. Просто в латышском языке, латышский язык, как и русский язык, любит склонять существительные по падежам. Окончание именительного падежа единственного числа в латышском языке в этом склонении у слов мужского рода, которые кончаются на согласные, это окончание эс. Ну вот, ну хочешь склонять, ну и склоняй, добавляй окончание и вперед. Вот они и добавляют. Да. Я не уверена, но возможно, что в слове лексика, например, буква К, так как после этой буквы стоит гласная, обозначается другим знакомым. А тут есть слово лексика, что-то я не вижу тут слова лексика. Лекция. А, это лекция. Это слово лекция. Да, то, что тут на Л начинается, это слово лекция. Лекция. Вот я пишется прямо, прямо как читается. Ева. Да. Может быть нам это пригодится, потому что у нас будет слово сессия. Мы можем писать и я, чтобы было понятно, что это не всегда так, а только после гласного. Хорошо. А еще чем отличаются латышские слова от русских? Что-то там еще такое у них бывает, чего у нас не бывает никогда. Что я еще не выписала на доску? Какое еще отличие? Про него уже немножко говорилось, но все-таки на доске его надо отразить. Может, про долготу? Да, про долготу. В латышских словах бывают долгие гласные. А откуда там эта долгота берется? В русском же нету. Это когда две гласные или ударение? Это ударение. Нет, не пять. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте честно выбишем и поглядим. Итак, вот у нас долгота, которая обозначает ударение. И отдельно те случаи, где ударение есть, в русском оно есть всегда, а долготы в латышском нет. Итак, у нас есть слово «алтуа». Долгота равна ударению, правильно? У нас есть слово «идеалс». Долгота – это, опять же, ударение. Клавиатура. 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 Коммуна. Мотивс. Реклама. Валюта. А вот в этих словах ударение есть, а глагаты нет. Фирма. Клуб. Лекция. Радио. Суффикс. Суффикс. Кстати, заметим такую прекрасную вещь, что мы берем слово «суффикс», которое уже окончалось на «с», но окончание именительного падежа мы к нему все равно добавим. Да, значит, суффикс и последнее слово – это слово «зона». Да. Может быть, не ставится долгочатая буква «а», «у» или «и». Нет, может быть, один-два слова там. И там стоит между двумя голосом. Да нет, смотрите. Реклама. Вот есть мотивс, у него стоит ударение, а есть суффикс, у него не стоит ударение. Есть амплуа, стоит ударение, а лекция не стоит ударение. Если слоги ударения падают на первую гласную, то они не пишут. На первую гласную. Да, на первый слог. Да, на первый слог. И не пишется чёточко, а если не на первую, то и пишется. Да. Вот. А вот теперь коллега, знающий латышский, объяснит нам, почему так происходит. А там он тоже не совсем прав. Там всегда на первый слог ударение. Ударение в латышском языке всегда падает на первый слог. Но иногда она добавляется, и она читается долго, просто долго. А долгота в латышском, это не ударение, это долгота. В латышском различаются долгие и краткие гласные. Так бывает. Да. Английский язык тоже умеет это различать. И когда латышский язык, привыкший к тому, что ударение стоит на первом слоге, а ещё бывают долги, заимствует слова из русского языка, то он слышит следующее. В этих словах он слышит ударение на первом слоге, ну и хорошо, вот оно, ударение на первом слоге, ничего с этими словами делать не надо. Они и так уже готовы к употреблению, такие, какие правильно по-латышски. А вот с этими словами надо что-то делать, потому что ударение-то стоит, естественно, на первом слоге, а у этих русских почему-то где-то ещё какой-то слог в глубине слова почему-то такой длинный-длинный. В русском языке ударный слог длинный-предлинный. Он длиннее, чем без ударной слоги, все кроме первого предударные. И поэтому латышский язык, ну что, русский произносит длинный-гласный, ну хорошо, пожалуйста, но мы тоже произнесём тут длинный-гласный, нам не сложно. А ударение поставим на свой любимый первое слог. Вот так вот это получается. Соответственно, капитал, это будет капиталс. Наше ударение в латышском отразится в виде долготы, и на конце мы поставим эс. Космос, будет космос, и ещё одно с на конце, потому что надо же его склонять. Ударение не отразится никак, потому что оно уже стоит там, где надо. Минимум, будет минимус. Опять же, ударение никак не отразится, потому что оно уже стоит там, где надо. Поэзия, так и будет, поэзия. И я будет записано вот так вот. Э, к слову поэзия, окажется долгим, потому что ударение это на первом слоге, а русскую ударность долгого слога надо же как-то отразить. Рагун, так и будет рагун, но у будет долгим, потому что на нём ударение не на первом слоге. Сэсия, будет сэ-си-я, вместо двух эс будет одно. Стенд, будет стендс. Физика, будет физика, фотоаппарат сэ, лишится двух пэ, пэ будет только одно, на конце появится эс, и наше ударение отразится в виде долготы. Есть ли какие-то вопросы по этой задаче? Да? А можно Жене на эти слова? В латышске может жить. Капиталс, космос, минимумс, поэзия, рагун, сэсия, стендс, физика, фотоаппарат сэ. Вот Женя сейчас прочитала, соблюдая все долгоды. На первом слоге, на ударном, долгода появлялась и так, а если в русском языке ударным слогом был не первый, то на нём возникала дополнительная долгота. А можно ещё один вопрос? Да. Эти слова, где были долгоды, где-то возникало как во втором горьке, это всё-таки не русские слова. Нет, а я не говорю, что они исконно русские. Исконно они, понятно, много откуда, и в русском языке они тоже появились разными путями, но в латышский они пришли именно из русского. Если бы они пришли в латышский не из русского языка, а из какого-нибудь другого, то они бы по-другому соотносились, в том числе и с русскими словами. Заимствование в язык приходит разными путями, и по ним это бы будет видно. Хорошо.